Я смотрю, уже Роберт Рап появился. Я должна передать уже микрофон нашему величайшему королю, мега-лидеру, историческому герою, победителю, чемпиону. Пример для меня просто подражание. Это просто родное сердце мое. Я так его люблю и благодарю Бога за встречу с ним, поэтому передаю свой золотой микрофон Роберт тебе. Благодарю всех. Наталья величайшая, легендарная, друзья мои, родное сердце. Давайте Наталье поаплодируем нашей величайшей. Прям мощно-мощно-мощно. Я про нее еще тоже расскажу очень много, не только про нее. Друзья мои, родные сердца, всех вас приветствую. Приветствую нашу дружную, международную семью, людей, которые путем собственного саморазвития меняют этот мир в буквальном смысле слова, друзья. Наталья сразу мне это... Петру не передал, сразу мне это. Молодец. Благодарю. Да, нормально, нормально. Все к счастью, к богатству, к процветанию. Все так должно быть. Друзья, смотрите, сегодня школа такая, знаете, обычно же как, триумфальное награждение, а потом школа, то есть, да, тот, кто закрыл. Попросили, Роберт, ну, нужно сейчас зарядить людей. Нужно дать сейчас им энергию, то есть, знания определенные, то есть, да, инсайты, которые должны у вас родиться в голове сейчас, для того, чтобы вы полетели как ракета. И я долго думал, что же вам рассказать за полчаса. За полчаса так, чтобы у вас это отложилось, и вы взяли и начали делать, то есть, да, просто-напросто. Начали делать то, что должны делать. И я разделил вот эти полчаса на две части, то есть, да, естественно, сегодня вторая часть будет, естественно, я вам расскажу, почему важно сейчас делать прямо сейчас. Ну, а вторая, а первая часть, друзья мои, да, вот, моего спичка, сказать, да, моей школы сегодняшней, сегодня не буду мне кидавать там формулы, там, публичных выступлений, как работать там социальными сетями или еще что-то. То есть, да, я сегодня расскажу просто такие вещи, очень простые и очень важные. Друзья, вот частенько вот вопрос, у кого такой вопрос задавался, такой вопрос возникает, ну, почему у кого-то получается прям летит, как ракета? У кого такое было, вот, вот, прямо вот вопрос такой возникал? У меня тоже раньше такие вопросы были по отношению, когда в сетевых компаниях других работал и так далее. Ну, почему? Вот, друзья, это все-таки вот, говорят же такое, что ты выберешь, что в твоей жизни происходит, правильно? Вот что ты выберешь? То есть, выберешь белое, белое будет, выберешь белую футболку купить, ты белую купишь, выберешь черную, черная будет у твоей жизни, правильно? То есть, вот, вот почему у человека другого получается, другого не получается, это выбор. Выбор, настойчивость и действие. Вот посмотрели, я сейчас вот все буду вокруг Натальи Ветровой строить, то есть, свое выступление, вот, начну с нее и буду, расскажу коротко, почему лидеры приходят еще. И вообще, как вопрос такой возникает, вот у меня сейчас самый большой ранг, это восьмой ранг открылся у меня в этом месяце, друзья, и я скажу, почему это происходит? Потому что лидеры приходят, потому что приходят величайшие лидеры, не только ко мне в первую лидию, но и в глубине, ребят, сейчас вот, рождаются. То есть, большая там гирлянда лидеров приходит, вот, как вот Наталья Ветрова, ты у меня в какой там линии, там, по-моему, там в пятой или в шестой линии в глубине находишься у меня, да? И там такой рост колоссальный происходит просто-напросто у величайшего Рассоуза Лукашева, то есть, да, который вот-вот уже скоро седьмой ранг откроет, уже в этом месте, скорее всего, друзья, уже все, все произошло уже. Друзья, и в чем суть? Суть в том, что, друзья, да, почему это происходит? Это наш ментальный заряд, от ментального к физическому. Метафизику никто не отменял, мы сами это все преподаем, мысли, чертежи нашего будущего. И наши мысли, наша вера являются определенной энергией, которую мы можем превратить во что угодно. Вдумайтесь только в это, наши мысли, наша вера, получится у тебя или не получится, чувство является определенной энергией, которую можно превратить во что угодно. И вот во что ты веришь? Веришь ли ты, что у тебя не получится, сомневаешься, а кто на меня пойдет, а вдруг так и будет. Это твоя энергия. Веришь, что у тебя получится, тотально все получается. Вот, взять Наталью Ветрову, да, она пришла, разбитая, в депрессии, сустав болеет, операцию надо делать. Знаете, у меня отцу делали операцию на колено, тоже ему сустав меняли, ну, меняли чашечку коленную тоже, там, железную, железку вставили. Это, ребята, ничего, не нужно это делать, честно скажу. То есть я сейчас понимаю, что вот все, все болезни у нас в голове. Да, если ты веришь, что ты выздоровеешь, ты выздоровеешь, и таких ситуаций очень много. Это реально. И все болезни, психосоматика, да, врачи сами об этом говорят. Кто здесь врачи, ребят, вот покажите лайки, вот, ребята, да, что все болезни, 70, даже 80% это наши мысли, наши обиды, наша злость, это недвежество, которое разрушает нас порой. И вот, друзья, и вот почему вот у меня вот идет, ну, тоже получается все дело, знаете, когда какие-то моменты происходят на лайте, вот как у Натальи Ветровой. Она пришла, у нее знаете, что произошло? Она прошла суперджамп. У нее по здоровью все наладилось. Сустав перестал болеть. Встала с этой инвалидной, можно сказать, коляски. Пошла. Дети смотрят, родственники, мама. Да что такое? Возникает тотальная вера в суперджамп. Тотальная вера. У вас просто у многих это не произошло. Но это можно вот так включить. Я знаю. Я верю. Заставить свой мозг думать так. И вот это нужно научиться делать вам каждому. Тотально верить в себя. Тотально верить в обстоятельства, которые вокруг тебя происходят. Тотально верить в твой успех. Тотальная вера. Ну как же? Ну я же кривой. Я же кромой. У меня зуба нет. Как у меня получится? Я не знаю, как у Ника Вучичи все получается. То есть без рук, без ног парень живет. Четверо детей. Как у него получается четверо детей делать? Уже как? Вот, друзья, я не верю. Получится у меня и получится. У меня руки и ноги есть. А у него получается. Почему? Он верит в себя. Понимаете? Сколько мужчин, женщин с руками и ногами. Нет, сколько у Ника Вучичи, друзья мои. Вера тотальная, друзья мои. В себя. В обстоятельства. Вера в предполагаемый успех. Предполагаемый успех, веря в него. И вот аудиотренинг – это колоссальный инструмент, который реально работает, друзья. Многие слышат там, да, да, аудиотренинг, да, 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 да. Я помню, как с Расуловым, помню, общались. Он, помню, уехал в Турцию, в Стамбуле арендовал квартиру. Что-то не получается там, долги там какие-то там. Я говорю, Расул, отключись вообще там. Вот мне сейчас должны деньги перечислить, я за квартиру смогу заплатить. Я говорю, забудь про них. Забудь, говорю, про то, что тебе кто-то должен. Крест поставь на том, что тебе кто-то должен. Забудь, ты должен здесь заработать. Вот тут суперджампи, говорю, продав лицензию, зажжёв сердце, вот тогда у тебя попрёт. Тогда всё начнёт. Там надо отпустить, говорю, вот то, что там есть. Отпустить просто-напросто. И верить вот в это. Если ты туда смотришь, ты не веришь в это. Ты смотришь туда, ты веришь, понимаете, вот поверье твоей дано будет. И всё, когда вот он переключился, когда начал слушать, я говорю, записал аутитренинг. Записал, говорю, всё, записал потом. Всё, слушаешь, слушаешь. И сейчас он мне, говорит, Роберт, ребятам вот недавно у нас была лидерская такая встреча. Я, говорю, да-да-да, я с утра слушаю, вечером слушаю, днём слушаю, короче. Где-то 2-3 часа у меня выходит. Вот как только начал слушать, у меня рост пошёл. Ребят, есть люди, которым, давайте, вот, у которых в голове уже эта аутитренинг крутится даже, да, его слушать чуть-чуть не надо, у него всё получается. А есть люди, которым нужно это слушать. Нужно слышать это от родных, близких. Вот смотрите, вот что произошло, почему Наталья Ветрова за 2 месяца вышла на 5 ранг, а сейчас ей осталось там сколько там, 60 баллов там, да, до 6 ранга, то есть да осталось там, да, по-моему, да, тебе сказала сегодня. А? 100 баллов. 100 баллов осталось, 100 баллов осталось до 6 ранга. Ветки, ветки все готовы у неё уже? Готовы, да. Ей только баллы набрать осталось. Ветки все готовы? Три месяца, ребята. Прошлый месяц сколько у тебя доход был? Давай, вот я не буду озвучивать. Сколько? Ну я за 2 месяца миллион заработала. За 2 месяца миллион заработала? Где? Когда за 2 месяца заработать миллион, друзья мои? Выйти на миллион доход? Это просто колоссально. Вот в чём суть, друзья мои. И вот, опять возвращаясь, что, друзья, то есть мы делаем самое великое дело, самое выгодное, самое успешное. Где такие сейчас возможности есть? Да нет, нигде таких возможностей сейчас. Вот просто он сказал, да нет нигде таких возможностей. Нет! Чтоб лидер пришёл, иначе, и это всё возникло, друзья. Это просто колоссально. И это вы можете сейчас раздавать. Но в чём суть? Вот, да, вот, то есть феномена Натальи. Наталья, когда прошла суперджамп, она вышла, села с коляски, у неё окружение её, начало проходить суперджамп, начало верить в суперджамп больше, больше, оно быстро прошло. Почему вам ваше окружение надо вовлечь в вас? Ваши друзья, родственники, дети должны пройти. Они вам каждый день будут говорить подтверждение. Они будут, это работает, это классно, это супер, это замечательно, это круто. И вы полетите, как ракета. Меняйте ваше окружение. Почему у кого-то нет, тормозит, это слова, это, вот, сегодня Наталья тоже сказала, это важно, что тебе в уши говорят. Но некоторые умеют защищаться от этого, ну, как бы, качки уже в ментальном яде, то есть, да, у нас упражнения есть. А некоторые не умеют, друзья мои. А некоторым надо характер в этом проявить. Знаете, когда у меня было такое, когда я поднимался ещё, тут рост шёл тоже, рост в 19-м году, не помню, папа говорил, отец мой, Роберт, да у тебя не будет никогда 200 тысяч дохода ежемесячно. Я ему просто, знаешь, прям, ну, прям срыв у меня был. Я говорю, я тебе докажу, будет 200 тысяч, вот летом уже всё, 200 тысяч будет. Я вот так кричал ему. Я говорю, умру, но я или сдохну, короче, или у меня получится. Вот так вот я ему говорю. Я умирать не хочу, друзья мои. То есть, я хочу жить долго счастливо и писать книги, короче, меморр. Ну, у меня такое было. Я до его тона спустился, но надо было ему доказать. А потом всё это пришло, то есть, ну, надо было, понимаете, надо заявить так. То есть, нужно иногда характер появить, да. А иногда это вот так вот на лайте идёт. Это важно. Вот в чём стоит. Ментальный ваш настрой. Ментальный ваш настрой. Тотальная вера в предполагаемый успех. Вам нужно её создать. Вам никто её не даст, но вы можете помогать себе. То есть, вовлекая людей вот в это. А как это сделать, вовлекать людей? Не нужно на них огорчаться. На папу я не огорчался, когда я так говорил. Я его любил. Я говорю, пап, ты у меня самый лучший. Вот тот момент, когда я его так сказал. Я говорю, ты у меня самый прекрасный, самый лучший. Но лучшего отца нет. Я говорю, вот если бы не было такого отца, не было бы у меня 200 тысяч. Друзья, вот ты, говорю, тренинг мой, короче. Друзья, я его благодарю по сей день и буду благодарить всю жизнь, что у меня такой пап. Он самый лучший, честно скажу. И вот это нужно культивировать в себе. Тотальную веру. То есть, когда ты веришь в людей, ты веришь в себя. Верить в людей, что он придёт, что всё получится предлагать, разговаривать с людьми. И сегодня Наталья сказала, действительно, нам порой обучения какие-то нужны для уверенности. Побольше уверенности, побольше речевых модулей и так далее. Это надо, конечно, но самое важное, какую ты практику бы ты не выучил. Знаете, очень много умных людей. Очень много умных людей. Ну, очень много умных людей, ребят, которые по два, по три института закончили. Формулы знают разные. Знают, как космос устроен. Знают, как аркету построить. Знают всё. Но почему-то у них нет доходов. Почему-то у них нет карьеры. Таких очень много людей, которые по два, по три института закончили. А почему? У них веры в себя нет. Вера в знание есть, а в себя нет. Багаж огромный, а вот он работает по найму. Вера в себя. Иногда вера в себя, она дает больше результата, чем даже знания. А знания не приходят на веру. Те самые знания нужные, те самые программы, те самые книги, те самые соратники, те самые наставники приходят, когда ты начинаешь хотеть, по крайней мере, мечтать. Вот как Наталья сидела, где же, дай мне, Господи, там вселенная, кто ты там? Ну мне путь нужен, чтобы партнерка была. Да, да, вот заказ там, заказ, чтобы партнерка была, записывай. Партнерка, и чтобы это было по-доброму, все классно. Пожалуйста. Вы думаете, это случайности? Нет, ребята, случай – это псевдоним Бога. Вселенная, как сказать, да, друзья, да? Когда он не хочет подписываться своим именем. Вам все дается, о чем вы думаете. Тогда мысли, опять возвращаясь, ребята, ваши мысли, ваши просьбы, ваша вера – это определенная энергия, которую вы можете направить в любое русло. Так о чем вам сегодня думать? Какой у вас ранг будет к концу месяца? Ну, Роберту нужно быть реалистом, конечно. Я же сейчас, вот у меня суперджампа не было, ко мне люди не придут, еще что-то. Друзья мои, что вы себе продаете? Тотально верьте в себя. Тотально, друзья мои. И когда у вас что-то месяц завершился, если вдруг у тебя не получилось ранг открыть, или там, ну ты вот так, ну ты дотянулся, ты планировал 10 электронеров, ну у тебя 5 разошли. Ну ты уже тянулся. Ты уже сделал, ты сделал выводы, в следующий месяц еще тотально. Понимаете? Вот что происходит. А тот, кто говорит, ну нет, не получится, я уже стартовать не буду. Я завтра начну. Послезавтра пойду. Вот это большая ошибка, и вот это и есть провал, друзья мои. Провал всех дел. В личной жизни, в бизнесе, во всем. Я вообще удивляюсь, и вот просто вот, что вот не люблю, поражаюсь, потому что так словам очень хорошо. Я в восторге от того, что у нас здесь происходит. Здесь люди учатся думать. Здесь интеллект-тренеры, это великий дар уметь думать. Это великий дар уметь пользоваться своими мыслями, как инструментом. Воспринимать это как механизм, как программы. Думать, о чем думаешь. Мы же этому учим интеллект-тренеров. Ну вообще на интеллект-тренировке, правильно? И сами в этой сфере развиваемся. Думать, о чем думаешь. Я знаете, я когда-то задумался, ну вот что управляет моей жизнью? Что управляет моей жизнью? Вообще что? Вы сами проходили аудиотренинг, да, мысли, вот этот вот информационный яд. Вот если вот, знаете, у меня есть такой ролик, который я даю на информационном яде. Это записано от Виктора Ефимова. Он давал лекцию еще 11 лет назад для сотрудников ФСБ. И вот он там, доктрина управления миром. И вот там отрывок вытащил оттуда из контекста, вырвал для ментального яда. И там проводился пример. Когда-то в Латвии, там один человек, ну с самосожрением, ну, облился бензином и жжет, потому что в Латвии убирали там памятники, там победы, еще что-то там, короче. И начали по телевизору это показывать. И это начало тиражироваться по всему, в их стране и в других странах. Повторяться начало. Как только прекратили это показывать, прекратилось везде, то есть это самосожжение. Это что такое? Это, говорят, да, это работа, картинки, образы, которые загружаются в вас, они работают. Я сейчас вот к чему веду, сейчас поймете. И когда показали, как молодая пара в России где-то, они женились и решили, короче, пара женилась и решили, короче, спрыгнуть с 16 этажа и разбиться. Ну, не знаю, в честь чего-то там, да, вот у них бред такой. И они спрыгнули и по телевизору начали показывать это. И в стране начали происходить эти события. Да что ж такое? А как прекратили показывать, прекратилось это тиражироваться. Друзья, тогда получается, о чем мы думаем, то и происходит. Какая информация в нас входит, да. Если тебе родственник, там, жена говорит, у тебя получится, классно, верит тебе. У тебя начинает получаться. У тебя это входит. А если не входит, тебе надо защищаться от этого. Понимаете? Как бы не обижаясь на человека, не зляясь на него, любить его, но при этом сказать, это не моя программа. Думать, о чем думаешь, думать, о чем, какая программа в тебя входит. Вот в этот великий дар, друзья мои, что мы здесь тренируем. Я задумался, что же управляет миром? Что управляет? Может, деньги управляют миром? Может быть, управляют какие-то олигархи, может быть, президенты? Знаете, что управляет миром? Миром управляет мысль. А кто управляет мыслью, тот управляет миром. Все просто. Хотите управлять своей судьбой, своими результатами, своими рангами, доходами, здоровьем, как у Натальи Ветровой? Сустав не надо титановую пластину вставлять, менять его. Замечательно. Мысли о здоровье, о счастье, любовь себе, благодарность культивировать. То есть к миру, к людям. Почему она вызрела? У нее благодарность просто шкаливать начала ко всему миру. Она вышла из этой стагнации, поэтому начал проследить. И таких историй очень много. Я хочу сейчас вашу еще, знаете, сейчас буду идти ко второму этапу, друзья. Я хочу к завершению этапа сказать, друзья. Я часто сейчас укажу на какие-то, знаете, такие ошибки. Знаете, в начале у нас такая ситуация была, когда ребята 1 плюс 1 в ассоциации. 1 плюс 1 электридер. Да что ж мы так мелко берем. Какой 1? Мы зачем себя на это программируем? 1 плюс 10. Как только начали говорить, он просул. Плюс 10. Друзья, я знаете, что скажу? Наши мысли в буквальном смысле материальны. И сейчас Расул их будет обучать. То есть до первой линии 10 человек зашло. У него по инерции сейчас, я уверяю, Расул, запомните мои слова пророческие. Сейчас у него 7-8 человек просто на энергии залетят еще в апреле. Просто они залетят, потому что он сейчас разогнал эту машину. Да, 11 уже у тебя. Они просто залетят у тебя 8. Даже если ты никого не будешь вовлекать, у тебя на автомате 7-8 человек еще в апреле залетят в первую линию. Это всегда так происходит. Машина разогнана. То есть ментальная составляющая разогнана, и все происходит. Почему у некоторых не получается набрать группу суперджамп и так далее, так далее? Знаете почему? А потому что внутри мысли. О, как я проведу суперджамп? Как я проведу суперджамп? Наверное. Я же не смогу, как Наталья Ветровна. Я же не смогу, как Роберт Рак. Я же не смогу, как вот этот. А что мы скажу? Мне же в школе говорили, что я дура. Что я дурак. Мне же родители говорили, что ты бестолочь. Как я проведу? Что я им дам? И вот это вас тормозит. И люди к вам не идут. Они вселенной вам... Знаете, там вселенная сидит такая. Так, никого не посылайте ему, пожалуйста, там. Чтобы никто даже не подходил к нему рядом. И не писал ему никто. Ну, он так просит. У него нет энергии в этом направлении. Ну, как только вы говорите. Я! Все! У меня есть, что сказать! Сейчас я им улыбками научу. Сейчас тотальная вера. Сейчас я дам ему это упражнение. Так, сейчас я вот это тоже. Да, все. Сразу же происходит. Так, и сразу же. Так, мне насколько надо? Да какой? Два-три. Десять человек минимум. Пятнадцать человек. Наталья Ветровна, сколько ты проводишь? У нее группа по пятнадцать, по восемнадцать человек суперджамп проходит. По пятнадцать, по восемнадцать? Я когда слушал, я говорю, что? Я говорю, да у меня по десять набирается, Наталья. Ты вообще, короче. То есть у нее по пятнадцать, по десять человек группа набирается на суперджамп. Это же колоссально, друзья. Да? А вот почему она говорит? Людей везде много. Да, конечно, людей много. Как величайшая Вера Макаренко у нас говорит. Ребят, в лес приходишь, что? Дров нету. Как нету дров? Мы живем в обществе, как нету людей. В городе сколько людей? Да их полно. И вы все это можете брать. И вот смотрите. Вот у нас установка такая прошла. Один плюс десять. Хотя Владимир сказал, Роберт, то есть, да. Важно сейчас на это внимание обратить. Ребята, ставьте себе вот эти вот пороги. Не пороги, вернее. Увеличивайте себе возможности, ребята, в голове своей. Ментально. Увеличивайте. Позволяйте себе больше. Позволяйте себе больше учеников. Как только ты думаешь, что 10 человек наберу, а как их обучать буду? Все, стоп. Они у тебя не придут. У тебя должно быть просто, знаешь, как будто в душе ворота открыты. Что, хе-хей, 10, залетай! Короче, не так, что там, ой, подождите, так вот, стой, подожди, вот одного запущу, этого не запущу, а вдруг я тебя не успею стажировать. Все, если у тебя такие ворота внутри, там, ну, как бы, такое ограничение, не придут тебе 10. Они пойдут другим воротам, которые открыты. Энергетически. Хе-хей, я готов, залетай, короче, да? И это всегда так происходит. Как только себе стоит так, мне в этом месяце достаточно и двоих, потому что надо стажировать там, потому что там нужно это. Все, это ментальная настройка, друзья мои. Во что ты веришь, что и происходит твои мысли, твои буквально смысле. Представляете, вы можете творить что угодно. Но важно, знаете, вот как два раза расслабиться и действовать, 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 и все начнет происходить. Вот в чем суть. Некоторые говорят, ну, как, вот сейчас вот до конца месяца, вот у меня, ну, хорошо, когда классно у кого-то суперджампу были, много суперджампов прошло, у вас люди подготовленные, и сейчас можно просто закрыть на интеллект-тренера. Ну, допустим, после суперджампа гораздо проще закрывать человеку объяснить про бизнес, чем который, да, ну, я вам скажу так, кто наш бизнес делает? Ну, обычно после суперджампа заходят, ну, такие, ну, заходят такие, знаете, и лидеры заходят после суперджампа, и заходят, и просто люди, ну, такие ребята, которым еще до лидера, ну, подрасти еще нужно, да, дух набрать, здесь опыта набраться, да, то есть, чтобы вот позволить себе больше и качать, качать, качать. Но я вам скажу так, нашу компанию делают лидеры, которые приходят и говорят, я могу, потому что вот лидерский успех. Что такое лидер? Давайте вот разберемся. Это много у нас Владимир Викторович проводил, то есть, да, вот, обучение по лидерству очень мощное. Я вам еще один вот добавлю, вот, знаете, такое вот важное качество лидера, которое позволяет человеку добиваться огромных успехов. Вот в эти качества должен обладать лидер. Вот тот человек, который обладает этим качеством, у того все получается сегодня, завтра, послезавтра. Это качество называется идти в неизвестность. Идти каждый день в неизвестность. У некоторых боятся идти в неизвестность, в темную комнату зайти, что-то сделать, то, что никогда не делал. Идти в неизвестность. Это качество нужно развивать. Купить, знаете, когда у вас лицензию покупают, вот как у меня Роза Зайдуль накупила, и многие еще такие ребята есть, которые купили лицензию, не проходя суперджам, это идти в неизвестность. Когда тебе человек рассказал, мы с Розой, один час поговорили, она купила лицензию, зашла на суперджам. Это идти в неизвестность. Это качество лидеров. Я ей сразу сказал, Роза, ты лидер. Все, то есть, это все. То есть, да, это важное качество. То есть, да, самое важное, ребят, качество. И вот из таких людей вырастают лидеры. Они растут, они развиваются. То есть, да, понимаете, у них идет колоссальный рост. И вот сейчас вы думаете, ну, как у меня сейчас, вот у меня суперджампов не было, как мне до конца месяца еще сейчас закрыть? Вот сегодня, звонок Владимира Викторовича, да, ну, как я сегодня кого-то закрою? Вот, если у тебя такой вопрос возникает, все, никто никого не закроешь. Но как только ты говоришь себе, да я сегодня, сейчас позвоню, сейчас у меня вот такая вот, как Роза Зайдуль зайдет, или еще потом. Я с ней часик поговорю, она купит лицензию, машет лицензию и залетит. Как только ты выключаешь вот эти тормоза, беспокойство, начинаешь действовать, вот еще беспокойство, знаете, вот открыть ворота вот эти внутри. Иногда ты начинаешь действовать, у тебя ворота закрыты. Какой-то мандраж, боюсь, к этому страху там не пойдут. Ворота открыты внутри, и ты качаешь, и все происходит. Беспокойство убирать, беспокойство убирать. Понимаете? А вот счастье внутри, спокойствие, уверенность, ты тотально предлагаешь конкретное дело. Это же ответственность человека пригласить. Ты же, ты чего, его стажировать нужно? Внутри там ворчут, да что ты делаешь? Куда ты ведешь его? Ты же еще сама-то никто там. И ты сам, еще чека у тебя нет. Ну, конечно, там, Наталья, там, Роберт, ура, там, можно, там, у них там чеки, там, а я-то чего там, да? Что там у тебя такое говорит? Я не знаю вообще. То есть это внутри разговоры такие. У многих, ребят. А что нужно сказать себе? Да я красавчик. Я самый лучший. Я уникальный. Я уникальный. Я величайший. Мне выпал шанс, и я не должен его упустить. Шанс стать кем-то, шанс помочь человеку сейчас выйти из депрессии, стагнации. А я ему не даю этого шанса, я же знаю, у меня же есть инструменты. Вот в чем суть. Я скажу про себя, друзья мои. Я купил лицензию, я купил лицензию. Два дня со мной работал Алексей Квашнин. Как работал? Я ему звонил. Он мне два раза-то позвонил, потом я ему звонил. Часово рассказывай, давай рассказывай. Он рассказывал, потом мне говорит, ну что там? Ну как, ты уж с нами, что ли? Я говорю, ну как бы да, мне интересно. Это шаги в неизвестность, понимаете? С Владимиром Викторовичем поговоришь? Я говорю, ну конечно поговорю. И тут Владимир Викторович мне рассказывает. Он мне рассказал. Я что сделал? Я шагнул в неизвестность. Я купил лицензию за три дня. Три дня общения. Но у меня не час получается. Роза у меня круче. Не час надо было только разговаривать. Я накупил лицензию. А со мной три дня. То есть индекс шага небоизвестности у Розы гораздо выше моего. То есть, друзья мои, правильно? То есть, да. А со мной долго не поговорил. Я такой, ну что? Ну надо делать. Все, шагать. То есть я пошел. Мама ей говорю, мам, возьми кредит на себя. У меня все кредитные истории испорчены. Все там, все три дня. Короче, она взяла ответственность, друзья мои, перед мамой. Понимаете? Все. И мама поверила в меня. Шагнула тоже в неизвестность. Вот это качество лидеров. И если бы тогда она сменежевала, сказала, не, сыночек, ты уж и так 20 миллионов долгов там, ты уж как-нибудь потихонечку посиди уж там. Давай потихоньку уж там. Все. Понимаете? Я пошел в другие... Ну если бы я там провел качество, я пошел в другом месте искать. Но мама сказала, я тебе помогу. Давай. Побежала на следующий день в Сбербанк и сделали все это. Все, друзья мои. Это важный момент. Идти в... Вот, ребят, запомните, я почему говорю, идти в неизвестность. Возьмите себе это. Друзья, смотрите. У нас сейчас есть уникальный момент. Уникальный момент. Вот сегодня. Знаете, не так, что день прошел, вот надо было с утра начинать этим заниматься. Сейчас самый удачный момент после нашей школы. Сесть на телефон и обзвонить людей, сказать, друг мой, заходи. Ты хотел же зайти, ты в Супер-Жан проходил. Тебе интересно же тренироваться. Да. Сейчас самый удобный момент. Зайти, купить мастер лицензию, чтобы тебе Владимир Викторович позвонил. Сейчас. Да, лицензия, она до 15-го, ой, до конца месяца, то есть, да, вот лицензия, такая сумма, потом может быть дороже. Ты же сказал же, что все равно зайдешь до конца месяца. Говорил же мне. Да, 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 говорил. То есть, да. Ты подумай хорошо. Сейчас у тебя есть шанс. Сейчас зайти. Ты все равно уже будешь заходить. Все равно ты будешь апгрейд делать тогда. Сейчас сделай апгрейд. Сейчас зайди. Лидеры делают сейчас. Шагни в неизвестность. Сейчас. Сейчас. И это тотальная ваша уверенность. Королевское бытие ваше. Да. Пошли со мной. Я знаю, куда идти. Внутри тебя звучит. Между строк. Бытие твое. И ты человеку объясняешь. Кто-то спокойным голосом. Кто-то. Эй. Давай. Каждому свое. Понимаете? Тут подходит. Я сейчас глубоко не углубляюсь. Но, знаете, все продает энергия. Может быть, ты такой умный. Там у тебя столько. Ты все знаешь про маркетинг. Знаешь, сколько я таких сетевиков встречал? Сетевики есть, которые, да. Вот продуктовая компания тоже. Я надвигался в НЛТ. Есть такие продукты, которые все знают про продукт. Молекулы все знают. Там все. Крема как работает. Все знают про маркетинг. Все знают. Ну, ничего не идет. Ну, не идет ничего. Почему? Огня в душе нет. Веры тотальной нет, друзья мои. Бытия нет. А есть, которые ничего не знают. Он. Эй! Все, полетели там. И так далее. И летит. Это знаете, как на дискотеку заходят. Вот дискотека проходит. Стоят парни вот эти, которые хотят девчонок классно цеплять. Они там. Они, знаете, чтобы их цепануть, они такие в спортзал бегут. Фу! Фу! Ха! Футболочку красивую такую одели. Вышли такие. И стоят. Стоят. Накачались. И заходит такой дрыщ. В простом пиджачке. В кедах. И уводит самую красивую девушку. А почему? Бытие другое. А эти дальше так. Ух! Умные такие. Прямо они все знают про это. Ух! Наслушались там. Фильмов насмотрели. Как женщина. Чтоб она счастливой с тобой была. Но. А вот и ныне там. Выигрывает тот, кто уверенный. Бытие у кого капитальное, друзья мои. Вот так это работает. И тут то же самое. Ничего нового, друзья мои. Все просто. От нашего состояния, веры нашей, все происходит у нас. Надо смелым быть. Нужно быть решительным. Идти в неизвестность. Постоянно, каждый день. Каждую минуту, каждую секунду. И в этом вся прелесть. Вы знаете, вот я сейчас смотрю, вот восьмой ранг. Чек замечательный там. Да, все классно. Но мне знаете, что нравится? Мне нравится путь к нему. Путь, понимаете? Важен не приз. Важно, что ты делаешь. Вот это, от этого получать удовольствие. От процесса. От процесса самого. И вы никогда не будете, знаете, вам никогда не скучно будет. Или там тяжело. Это будешь получать удовольствие от процесса, друзья мои. А это как вот чеки, ранги, уважение, любовь в твоих учеников, в твоей команды. Это, знаете, такой бонус, который летит неизмежно. А в нашем случае это вообще колоссально. И вот, друзья мои, смотрите. Сегодня самый удобный момент, чтобы человека пригласить, ребята. Кто, смотрите, сейчас удобный момент. Не завтра, послезавтра. Чтобы у него был звонок Владимиру Довкову. Сегодня. Кого сейчас вот эта речь вдохновила? И кто сейчас пойдет звонить людям? Дайте обратно связь после школы. Дайте обратно связь. Что у вас уже на наметке есть двое, трое, четверо, кому позвонить. Кто будет сейчас где-то делать? Дайте обратно связь. Вот такой. Поставьте лайк, там еще что-то такого-то. Камеры выключены, друзья мои. Покажите, пожалуйста, друг другу. Замечательно, друзья мои. Не нужно много думать. Нужно много делать. Понимаете, в чем стоит? Я еще, знаете, такой секретик раскидаю. И дальше перейду опять к нашей школе, которая будет. У меня еще, знаете, еще есть минут 10. И мы будем завершать. Я. Знаете, почему у меня рост идет колоссальный? Я каждый. Знаете, у меня такой раз. О, у меня теперь команда большая. Теперь можно в принципе как-то отдохнуть немножко. Я каждый месяц начинаю с нуля. Нет ранга. Нет команды. Мне опять нужно зарабатывать. Если я не продам абонемент, если не продам лицензию, мне жрать нечего будет. Нет ничего. С нуля. Каждый месяц с нуля. Это моя установка. Ты должен опять делать. Несмотря ни на что. Понимаете, в чем суть? Это интересная установка. Вы можете себя программировать. Владимир Викторович об этом тоже много уже говорил. То есть вы можете сами себе придумать какую-то мотивацию, которая вас подгоняет. Делайте. Формируйте. Друзья, все просто. Смотри, друзья. У нас 26 числа мощнейший мастер-класс Владимира Викторовича. Который ведет. Как вообще в наше непростое время. Сейчас что происходит в мире. Как в этот кризис. Сейчас кризис происходит страшный. У людей сейчас выходит почва из-под ног. У предпринимателей. Они сейчас, знаете, в замешательстве. Они сейчас, знаете, в растерянности. Глаза растерянные у них. У многих людей. То есть у простых рабочих. Особенно у предпринимателей. У сетевиков. А потому что вот. Даже сейчас сетевые компании. Они там сами. Тишина такая. Ребят, сейчас каталоги у нас без цены. Потому что цены прыгают. А цены куда прыгают? Наверх. Ну, как бы ниже цену-то. Они как бы каталоги всегда 8 выпустят. Но тут извините. Цену смотрите на сайте. Она у нас каждый день меняется. Как в таких условиях работать многие предприниматели? Как? Как делать товарообороты? Их вдохновляет это? Нет. У них там, знаете, такой прям эмоциональный коллапс наступил у многих. Понимаете? Сейчас, да? Что происходит? И сейчас вы можете сказать ему, друзья, у нас, у Владимира Довганя, да, в субботу 26-го будет мастер-класс мощнейший. Как? Вот в наше непростое время, да, войти в состояние счастья. Войти в состояние потока. Войти в состояние энергии и начать зарабатывать. Как сохранить свою команду? Как сохранить свой статус? Как сохранить свою энергию? Ты можешь зайти на этот мастер-класс. Владимир Довганин – это величайший предприниматель. Это стоит всего 150 тысяч рублей. Но при этом ты еще получаешь профессию. Но при этом ты еще получаешь миллион долларов опционов новой индустрии. Вот, понимаете? То есть опционов, вернее, да, опционов новой индустрии получаешь. Друзья, при этом. И получаешь его личное наставничество, ты можешь еще вопросы ему задать. Новую профессию и возможность зарабатывать. Как бы, знаете, тебе не помешает, ты же партнерские программы знаешь, но тут тоже у нас партнерская программа. Ну, как бы, не помешает тебе, не пересекается. Ты зайди, посмотри, присмотрись. Все. Или он сразу на мастер-класс у вас залетит по-лидерски. Как Роза Зайдуль. Все, я покупаю, залетаю. Или он зайдет, или вы еще успеете супержамп провести ему половину. У меня ребята на четвертом занятии уже распаковываются, рецензии покупают. Потому что они говорят, все, все, классно, супер. Я понял, как работать, я залетаю. Кому я вначале посеял зверно, что можно стать тренером здесь. Вначале. Он эти четыре дня, когда проходил, он через эту призму проходил. Понимаете? Вот еще нужно сейчас вам делать. Сейчас использовать этот день, чтобы люди зашли, кто будет делать. И сейчас использовать эту неделю максимально. Зарядить себя просто как пушку. Тотально начать действовать. Тотально просто. Еще больше, чем вы делали. Почему? И у вас будет просто ошеломительный результат. Инструмент работает. В шестого уже сработал инструментом. Давайте будем объективными. Колоссально сработал, друзья мои. 15 марта сработало по цене. Ребята, сработало. Людей очень много зашло. Это замечательно, ребят. Они вам еще благодарить вас будут. Спасибо будут говорить, друзья. О, благодарю. Дайте, сколько мне тренеров говорят спасибо, благодарю. Знаете, что мне уже... Я уже несколько раз слышал такое. Роберт, я вот об одном жалею. Почему ты раньше до меня не дозвонился? Почему ты раньше мне про это не рассказал? Почему ты раньше не нашел нужные слова, чтобы я зашел? Я зашел сюда. И таких очень много слов, друзья мои. Почему только вот об одном говорят. А я их за уши сюда затаскивал. Зайди, купи, возьми. На эмоциях заходи. Некоторые говорят, о, на эмоциях не завожу. Я завожу на эмоции. Пускай заходят на эмоции. Тысячу раз скажу спасибо. Реально. Особенно лидерам. То есть все, заходи. Ну, лидеры осознанно. Они заходят. Они такие, все так. Ну, когда внутри-то шагать неизвестно сидут. Они осознанно. Так, риски все прикинули. Так, так, так. Да сколько раз я уже там пролетал? Да ладно, сейчас зайду. Да ничего страшного. То есть, да. Где наша не пропадала? То есть, да, сюда там. Лучше сделать. Лучше сделать и жалеть, что это сделать, чем не сделать и жалеть, что этого не сделал. Вот если бы мне кто-нибудь сейчас рассказал про суперджам, что есть миллион опционов, что это, это. Я все делал такое и сказал. Так, Роберт, лучше сделать и жалеть, что это, ну, что, допустим, ну, не получилось, да. Чем бы потом жалеть, что этого не сделал. Да, через какое-то время. Видите, в чем фишка? Опять же, стратегии победителя. То есть, делать, неизвестно, шагать постоянно. Оно у меня было давно уже, когда я бизнесом еще занимался, да, еще мебельным, то есть, у меня такое было. И вот смотрите, друзья мои. Сейчас у вас есть уникальный инструмент. Вот сегодняшний день, он еще не завершился инструмент, вовлечь людей максимально. Сейчас действовать, сейчас, не завтра, потом. Лидер делает сейчас, не завтра. И эта неделя, до 26-го числа, до субботы, 17.00, секунды пошли. Тик-тик-тик-тик-тик, минуты, потом дни, да, уменьшение. Вы можете сделать просто колоссальный результат. Вывести своих интеллект-тренеров на новые ранги. И себя вывести на новый ранг. И открыть, и показать колоссальные чеки своему окружению. Друзья, вот у некоторых возникает такой вопрос, особенно у новичков. Здесь кто-то, новички вот есть, друзья, это нормально. То есть, вот новички сейчас у нас есть. Ребят, ну деньги, мы же, а духовность и так далее. У некоторых вначале не как-то вот не коллерируется этот, не соединяется никак, то есть, в голове. Да, я скажу так. Ребят, наша задача показать чеки сейчас космические, большие чеки. Мы уже это покажем. У нас уже конкретный результат, друзья. Мы уже, идя в таком темпе, друзья, мы перевалим за 100 тысяч долларов чек. Даже больше еще покажем. И у вас будут огромные чеки у всех. Реально, у нас у плитеров будут чеки у кого-то 50 тысяч долларов, у кого-то 70, у кого-то 80, у кого-то 90, у кого-то 100 тысяч долларов в месяц чеки будут. А это 10 миллионов. 12 миллионов рублей в месяц. 5 у кого-то, у кого-то 7-8 миллионов рублей в месяц. У кого-то 3 миллиона рублей в месяц. Вот кто вот зарабатывал сейчас, допустим, миллион, у него 3 миллиона. или 2 миллиона 800 родственники ваше окружение это что такое что мы сейчас делаем ребят мы сейчас делаем историю сейчас посмотрите что произошло кризис на нашем пространстве да это касается кризиса и европы везде везде что кризис у всех все просело в марте нет оборота сетевых компаниях инвестиционной компании многие сейчас и традиционный бизнес у них там коллапс а у нас тут праздник а у нас тепло а у нас светло а у нас улыбки а у нас покупка новых квартир покупка новых машин за дорогую цену неважно сколько стоит потому что завтра будут еще больше доходов куда они пойдут куда они будут смотреть мы обязаны сейчас такие чеки показать и показывать им свои финансовые результаты для чего мы это делаем и для того чтобы выпендриться и так далее что прославить суп и джам чтобы еще больше сюда лидер чтобы спасти наш мир от уничтожения природы спасти мир от вот этого коллапса чем больше людей тренируются тем больше действовать счастливых любящих друг друга чем больше людей начинает помогать друг другу улыбаться помогать маме папе дочки говорить уже чё ты бестолочь сколько ж можно ты двойки ночью стройка когда же нормально ты учиться будешь наконец-то мама будет говорить своему сыну да ты у меня чемпион ты король ничего ты двойку исправишь свою ты же у меня величайший ты гений представляете ребенок стал счастливый вы можете детей делать счастливыми мужей жен друзей родителей через супер джам да вы просто ангелы счастья неужели вы не хотите ими быть на тысячу процентов тотальное делать свое дело свое великое дело ребята свою великую работу служение обработал брать служение свое великое ну как этого не делать друзья мы мы делаем и через это мы спасаем мир от уничтожения природы от войны которые сейчас происходят в головах у людей откуда откуда война появилась мысли же вначале мысли мысли здесь вот вы здесь ребята война начинается вот ненависть злость осуждение разочарование обиды страхи что кто-то будет главное что у нас кто-то понимать вот тут а потом это все материал на мире появляется понимаете вот так вот и вот тут нам нужно у себя держать все в чистоте гигиена ума гигиена то есть ментальное изобилие счастья любви и процветания и это давать максимально людям и создавать как можно быстрее таких специалистов можно быстрее а иначе а иначе не по-другому никак мы обречены ребят на успех я вот так вот верю у меня нет в голове что чем что мы не успеем что у нас не получится мы обречены на успех это у вас у каждого если вы здесь суда третий тренера это у вас у каждого здесь судьбой написано вот линия если вот гадалка ты великий человек тебе судьба такая спасти мир у вас у всех это написано не просто так вы здесь друзья мы это судьба спасти нашу планету от безумства от невежества и перевести на новый уровень всю нашу цивилизацию и вам просто нужно это исполнять и тотально верить в это и у вас и сейчас инструменты 26 суббота школа владимир довганя для предпринимателей для тех кому сейчас нужны деньги для тех кого то сейчас нужны точки опоры если нужно знаете отдых счастье для тех кому сейчас нужны какие то инструменты работы они есть такие как наталья ветрова сейчас сидят на кулак там на на мат到底 сопли так по подобному уже наталья ветра уже вышла из заставки подобных купить мужчин и женщин не сидят сейчас и думают и господи ну дальше нет что то такое друзья мои кто то к ним придет и за тех тренер а знаете кто придет Поворот открыт и тот, кто трубку поднимает и делает. Трубку поднимает и делает. Трубку поднимает и делает тотально. До 12 ночи. И утром просыпается в 6 утра и опять делает. Его уже голова болит, его тошнит уже от этого. А он делает, потому что мир спасти надо. А почему он тошнит? Просто организм не выдерживает. Очень много дел. Голос захрип, как у Айшей Ханун. Конечно, школу столько вести. Конечно, ты охрипнешь. И это нормально. Сколько раз я охрипал за эти 3 года, ребята? Очень много. А Владимир Викторович вообще голос терял в начале 2019 году. Было такое, что неделю приходилось ему молчать. А потому что без остановки говорили, запускали новую индустрию. Это зайти за предел. И я вас сейчас призываю зайти за предел. Я вас призываю зайти за предел для спасения мира. Для спасения сейчас людей. Дать им возможность, дать им новую профессию сейчас. И через это спасим людей. Я сейчас не призываю вас футаскать, у тебя есть депрессия много-много. Я вас призываю сейчас найти интеллект-тренеров, которые будут, которые создадут еще интеллект-тренеров, и еще интеллект-тренеров, и еще интеллект-тренеров, и еще интеллект-тренеров. И вот только так мы спасем мир. А по большинству мы всех там, понимаете, потом эта индустрия разрастется. Вот наши ученики учеников, ученики учеников, ученики учеников, учеников, учеников спасут весь мир от депрессии и от стагнации. Сейчас туда надо направить свою энергию. Фокус. На приход лидеров. Открыть ворота для лидеров. Вот тут, ребята, все у вас. И это включается вот так. Я решил. Я решила. Я величайшая. Я тот самый человек, который это делает. Без меня тут ничего не произойдет. Я центр вселенной. Я могу, потому что мои мысли материальны. Я творец. Я родилась для этого. Время для подвига пришло, друзья мои. Пришло то самое время, чтобы сделать подвиг. И вы уже его делаете. Вы уже величайшие молодцы. Я вас всех, знаете, я всеми вами горжусь. Я всеми вами восхищаюсь, друзья мои. Вот Артем Мировой, Марина Самсонова. У меня ребята там растут. Просто гиганты, ребята. Я вами всеми горжусь и восхищаюсь. А почему? А потому что мы делаем невозможное. Невозможное делаем, друзья мои. В этот век. Сейчас вот такое в стране это творится. А мы показываем людям, что здесь есть. Друзья мои, есть бизнес, есть счастье. Есть выход, есть точки опоры. Есть твердая почва. Сейчас у людей, говорю, вышла почва из-под ног. Нет твердой почвы. Люди в замешательстве, люди растерянные, предприниматели, лидеры растерянные. И тут в них, в ихнюю жизнь врывается уверенный интеллект-тренер с яркими лучезарными глазами, уверенным голосом или спокойным уверенным голосом или ярким уверенным голосом. говорит о новых перспективах, говорит о новых возможностях, что можно зарабатывать на людских качествах, будучи ментором, запустить новую индустрию, оставить след в истории. У меня такой чек, у моего наставника такой чек, у нас такие чеки, у нас вот это, у нас вот это. За два месяца можно выйти на миллион доход ежемесячный. Кто-то из вас сейчас пойдет делать. Ну а кто-то дальше будет говорить о своих мыслях и думать, что это невозможно. Все у вас тут. Вот так. Пошел и включил. И все произойдет, друзья мои. Ну что, друзья, мы родные сердца. Я завершаю сегодняшнюю школу. Я вас всех за полчаса много не рассказать, ребят. У нас еще будут школы, я уверен. И что-то дам структурированные еще. Какие-то моменты. Поделюсь с какими-то школами. Но я скажу так. Какие бы вы не запускали академии, какие бы вы не запускали. Я честно скажу, я своих лидеров не учу. Вот Расул, скажи, я тебя научил какую-то академию запустить или я шеханую? Нет. Я хочу, чтобы они сами научились это делать. Я никаких инструментов им не дал. И не буду давать. А потому что, когда они сами своими ручками что-то придумывают, они любят это. Они холят это. Мне Роберт дал. Они сами придумали какую-то методику, как взращивать лидеров. И они такие, о-о-о, как классно. Да я величайший. И уверенность самооценка растет. Поэтому я ничего не даю. Я просто рассказываю, что здесь есть такие возможности. И рождаются величайшие лидеры, друзья мои. Вот так вот, друзья. Мы об этом поподробнее поговорим еще на других школах, друзья. Я обязательно дам. Я все отдаю. Все, что тотально во мне есть, я никаких секретов держу. И вас призываю к этому. Служите этому миру ради спасения всего человечества. Отдавайте все. Не держите в себе, в своей команде. Есть какие-то фишки? Делитесь от души. Говорите от сердца на тысячу процентов. Отдавайте в этот мир. И мир начнет вам отдавать. Так устроен мир, так устроена вселенная. И вы про это знаете, самое главное. Знаете? Ну, многие знают, но я не осознаю. Друзья мои, начните изучать, начните практиковать. И увидите, какой мир благодатный. Какая вселенная благодатная, друзья мои. Она начнет вас благодарить. Ну что, родные сердца. Всех вас поздравляю с величайшим ростом. С величайшим легендарным ростом. Сегодняшний день, ребята, с тот самый день, когда надо закрыть еще интеллект тренеров, чтобы у вас зашли до 12 часов люди, которые к долгу не попадут. А это очень ценно, друзья мои. Это другое бытие ваших людей, которые купят сейчас лицензию. И сегодняшняя неделя, она ключевая, ребята. Рубикон, 26 марта. 17.00 по Москве. Как можно больше тренеров, чтобы туда зашло, ребята. Действуйте ради спасения всего человечества. Ну что, друзья мои, родные сердца. Пристягиваем ремни безопасности, как любить говорить. Расул Ильич Айшизулкашев, наш легендарный телек-тренер. И, друзья мои, полетели. Полетели к богатству, к счастью и к всеобщему человеческому процветанию. Потому что ваше богатство, ваше счастье неизбежно равняется счастью всего человечества. Так устроен мир. Так устроена небесная механика. Соответствуйте этому. Действуйте, ребята. Вы обязаны стать долларами, миллионерами, миллиардерами и счастливыми людьми. И тогда весь мир станет счастливым.